Аванс вернули уголовным делом Аванс вернули уголовным делом Закончено расследование в отношении бывшего замодиректора спецстроя Александра Мордовца Газета «Коммерсант» номер 92 от 30 мая 2019 года, строение 4 Как стало известно твердый знак, Следственный комитет России, СКР, закончил расследование уголовного дела бывшего заместителя директора упраздненного федерального агентства по специальному строительству, спецстрой Александра Мордовца Он обвиняется в злоупотреблениях и получении взяток При этом предполагаемый взяткодатель, бывший гендиректор компании «Строймонолит-14» Олег Щуров, уже осужден за растрату, связанную с космодромом Восточный Главное военное следственное управление, КФСУ, СКР в окончательной редакции предъявило Александру Мордовцу обвинение в совершении преступлений, предусмотренных Ч. 6 ст. 291 3 ст. 285 УК РФ Получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями По версии следствия, господин Мордовец, возглавляя оперативный штаб по строительству объектов космодрома Восточный, злоупотребил с компанией «Строймонолит», авансировав работы, которые она так и не выполнила За это, а также общее покровительство, по версии следствия, руководитель подрядчика Олег Щуров передал заместителю главы спецстроя взятки на общую сумму около 30 миллионов рублей, став обвиняемым по соответствующей Ч. 5 ст. 291 УК РФ Адвокат Александра Мордовца сообщил твердый знак, что сейчас его доверитель знакомится с материалами уголовного дела, которые после этого поступят на утверждение в прокуратуру Защитник отметил, что его клиент вину не признает и находится под стражей От комментариев по сути дела он воздержался, сославшись на то, что еще не до конца изучил его материалы Как в Москве арестовали Александра Мордовца Следует отметить, что уголовное дело о злоупотреблениях в отношении Александра Мордовца к ФСУСКР возбудило еще в сентябре 2017 года В мае следующего года в нем появился эпизод со взяткой Тогда же хамовнический райсуд определил господина Мордовца, после ликвидации спецстроя работавшего заместителем директора Центрального НИП Минстроя, в СИЗО Защита неоднократно обжаловала арестную меру пресечения, ссылаясь в том числе на недоказанность обвинений и многочисленные заслуги господина Мордовца перед Родиной Но лишь одно из продлений стражи было отменено Мазгарсудом Апелляционная инстанция признала несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в его решении, фактическим обстоятельствам дела Впрочем, хамовнический суд при пересмотре дела все равно оставил обвиняемого под стражей Олег Щуров в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве полностью признал свою вину в махинациях В начале этого года Мещанский райсуд за пару заседаний рассмотрел его дело в особом порядке судопроизводства, признав виновным в особо крупной растрате, ч. 4 ст. 160 УК РФ При этом следует отметить, что изначально предприниматель обвинялся в мошенничестве, ч. 4 ст. 159 УК РФ Приговор 5 лет колонии общего режима защиты посчитала слишком суровым по сроку На Мазгарсуд, отклонив жалобу, сохранил его в прежнем виде Почему был арестован Олег Щуров? Уголовное преследование оказалось катастрофическим для бизнеса Олега Щурова Его компания разорилась, а сам он, не вернув Сбербанку кредит почти в 90 млн. рублей, был признан решением арбитражного суда Московской области банкротом При этом в решениях арбитража по делу указано, что в ходе реализации имущества должника финансовому управляющему так и не удалось найти автомобили Lexus Selex 570 и Toyota Land Cruiser 100, которые вместе с квартирой были заложены по кредиту Николай Сергеев